Приветствую вас. Вы знаете, немного странный у вас вопрос, то есть вы хотите, чтобы мы прочитали мысли психолога, с которым вы работали? Тогда. И чтобы мы помогли вам его лучше понять. Возможно, это и можно сделать, но можно это сделать только в том случае, если вы дадите нам больше информации о себе. Вот. Если мы с вами поговорим, если мы исследуем, что-то произошло, да, погрузим вас в это состояние. Ну вот, с состоянием, когда вы были, ну, с ребенком. И так будет понятно, что хотел психолог вам сказать. Возможно, она хотела донести до вас какую-то идею. Возможно, у нее это не получилось. Возможно, у психолога были какие-то свои проблемы. И вы, скажем так, стали, ну, например, невольной участницей этих проблем, этих сложностей, этих, значит, этих трудностей и так далее. Ну вот. И в этом случае вам, конечно, требуется помощь, потому что вы были травмированы, и травмированы вы были, видимо, достаточно сильно, раз вы вспомнили эту ситуацию. Вот. Не менее важным моментом является то, почему вы вообще оказались у психологов. То есть, ну, я думаю, что для вас не будет секретом, что к психологу люди просто так не впадают. Вот. И если попали вы, значит, ну, наверное, были какие-то проблемы, вот, у вас. Если какие-то проблемы были, да, то, соответственно, нужно посмотреть, какие, какие это были проблемы, вот. А, ну, что они из себя представляли. Эти проблемы. Это важно. Да? Вот. А, дальше. По поводу... Докса на самой сути, да? А, то, исходя из того, что могу предположить, я, исходя из того, что вижу я. Вот. Да? Причём, причём, не беря в расчёт, то, что психолог ваш могла быть некомпетентной. Да? Вот. Это мы в расчёт не берём. Сначала. Исходя из того, что вижу я, да, психолог хотелось, чтобы вы увидели, ну, чтобы вы увидели разницу между, по её мнению, да, именно по её мнению, и разницу между прекрасными, хотя, например, конечно, для этого был неудачный, и реакция, собственно, психолога, да, то есть реакция и интерпретация этого, ну, на мой взгляд, тоже является несколько странной, вот. Но, тем не менее, тем не менее, тем не менее, тем не менее, я думаю, что основная задумка была в этом. Я так думал. Соответственно, вы не смогли увидеть разницу между, по её мнению, хорошим и прекрасным, что и вызвало у неё негативную реакцию. Вот. Причём, обязательно заметьте, да, что я её сейчас не пытаюсь оправдать, вашего психолога её наведу и так далее. Я просто хочу максимально корректно, вот, максимально корректно, насколько, насколько это возможно, описать картину максимально объективно, вот, не вдаваясь в какие-то, ну, какие-то оценивающие, оценивающие конструкции, вот. Потому что, мне кажется, что оценивать нельзя, можно оценивать столько вред вам, допустим, который был причинён, да. То есть, если вы травмировались, если была травма, то вот это можно оценивать, но, опять же, можно оценивать и можно с этим работать, да. То есть, не обвинять, например, её, да, в том, что она повела себя как-то негативно. А просто брать и работать над этим, если вас это, ну, зацепило, заделать, травмировало и так далее. То есть, как-то вот минимализировать, да, последствия этого. Вот. Значит, это вот то, что можно вам сказать. Конечно, конечно, часто бывает такая история, что, ну, психологи ведут себя некорректно. А, 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 даже агрессивно бывает. Вот. И вы, конечно, если вы были ребёнком, то вам, конечно, это было очень болезненно. Я вас прекрасно понимаю. Ну, вот. Тут, тут меня волнует, скорее, другой момент, да, вот. Какой вы вывод сделали из этого? Что вы поняли из этого? Понимаете? Потому что мы интерпретировать можем это только постольку, поскольку у нас есть информация. Вот. А информации у нас мало, потому что я уверен, что у этого описания, у этой ситуации есть ещё детали, и я уверен, что эти детали вы упустили. Вот. Ну, не бытовые, если бы не бытовые хотели обмануть, да, просто потому что всё запомнить сложно, тяжело, да и почистую не нужно, а то и даже вредную. Вот. Поэтому я предлагаю вам всё-таки ориентироваться на это, да, то есть на то, какие конкретно чувства у вас вызвала эта ситуация. Вот. Ну, конкретно, да, какая, какие чувства вызвала у вас эта ситуация. Вот. То есть, какие эмоции, например, по поводу чего эмоции у вас появились и так далее. что это всё можно и нужно разобрать. Тогда, возможно, и проблема вам будет видеться лучше. Вот. И ещё раз повторю, нужен контекст. Если вы скажете, по какой причине вы были у психолога, да, по какой причине вы были у него и что вы с ним делали, да, то есть почему вы оказались, то это будет легче. Будет легче, лучше и самое главное не будет каких-то гаданий, да, по поводу того, что она хотела сказать. Очевидно, что такой метод воздействия. Очевидно, что так она хотела на вас повлиять. Вот. И никто не говорит, что она это делала хорошо, никто не говорит, что она это делала как-то правильно. Я этого сказать не хочу. Потому что я не знаю, да, да и по сути, эээ, не важно, по сути, не важно, эээ, права она была или нет. Вот. Важно другое. Да, важно другое. Важно то, какой, какой вы сами из этого всего сделали вывод. Вот. Я сам, например, в детстве был у психолога, да, и сам имел совсем удачный опыт взаимодействия с ним. Вот. И я вас понимаю, я вас понимаю, эээ, ну, тут нужно просто, уже будучи взрослым, да, человеком, эээ, возможно, более адекватно, ну, пройти, более так осознанно пройти к вопросу выбора. Эээ, специалиста, да, и уже более тщательно исследовать, эээ, изучить личность, эээ, специалиста, которому вы хотите довериться. Вот. Ребёнок этого сделать, конечно, не может. А, при этом, ожидания у него такие же, да, как и при общении с эээ, родителями. Он ожидает, что его все поймут, что его примут и так далее. Вот. Я уверен, что, эээ, в первом классе вы так и думали. Вот. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Пищу для размышления я вам в любом случае дал. Однозначно ответить на ваш вопрос с точки зрения психологии пока что нельзя, не гадая. Гадать это не то, чем занимаются психологи. Поэтому надеюсь на ваше понимание в этом вопросе. Если у вас остались вопросы, ко мне пишите в личку в дуратом лучшем. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен вам. Если вы сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи.